Время новостей на телеканале Дома. О самых важных и актуальных событиях, которые произошли в Украине и в мире, сегодня в прямом эфире рассказываю я, Андрей Джаджула. Добрый день. Запуск специализированного антикоррупционного суда, почти завершенная реформа Генеральной прокуратуры Украины, возобновление ответственности за незаконное обогащение. Об этих шагах в борьбе Украины с коррупцией рассказал президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию «Эксиос» на телеканале HBO. Он также отметил приближающуюся реформу службы безопасности Украины. Ее в первом чтении уже одобрил парламент. При этом главным вопросом в борьбе с коррупцией глава государства назвал «большую судебную реформу». Вопросов много, но самый главный – это большая судебная реформа, к которой никогда ни у кого не доходили руки. А с этого начинается доверие бизнеса, как украинского, так и западных инвесторов к Украине. Эта реформа будет состоять из многих законов. На следующей неделе комиссия, которая была создана при президенте, представляет все законы, которые последовательно в течение двух-трех лет мы проголосуем. Соединенные Штаты Америки могут передать Украине информацию о коррупционных средствах украинских олигархов, которые проходили через банковскую систему США. Об этом в интервью одному из телеканалов рассказал экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Дэниел Фрид. Он подчеркнул, что администрация президента Байдена планирует заблокировать незаконный оборот финансов, поступающих в Соединенные Штаты. В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств. Средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они не находились. Поэтому следует ожидать подвижек в этом направлении. Следует отследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США. Первая партия вакцин от коронавируса прибудет в Украину через две недели. Препарат предоставят в рамках глобальной инициативы Ковакс. По словам заместителя министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игоря Ивашенко, Украина получила подтверждение на поставку 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BioNTech. На этот препарат наша страна подавала заявку еще в январе. В Минздраве подчеркнули, в рамках программы Ковакс Украина также ожидает получить от 2,5 до 3 миллионов в 700 тысяч доз вакцины от компании AstraZeneca. Украина распространена вакцинацию в лютом, а уже за два тижня отримает вакцины. Завдяки спильным усилиям Министерства охраны здоровья, уряду Украины и президента, наша страна вошла в перелик стран, как и глобальная инициатива. Ковакс надаст вакцины против COVID-19 в межах первой хвилии распространены. Подробный план иммунизации и механизма справедливого распределения бесплатных вакцин среди населения Украины. На этой пленарной неделе Верховная Рада требует от правительства отчитаться о подготовке к вакцинации от COVID-19. Для этого в пятницу во время часа вопросов правительству в парламенте заслушают министра здравоохранения Украины Максима Степанова. На согласительном совете народные депутаты напомнили, со своей стороны Верховная Рада приняла необходимое решение для старта этого процесса. В частности, на прошлой неделе приняли закон об ускоренной процедуре регистрации вакцин. Кабинет министров планирует начать иммунизацию во второй половине февраля. Проводить вакцинацию, но важливее організовать швидкий, эффективный и справедливый распредел вакцин между гражданами и строки, на которые действуются вакцинации. И не можно растягивать в частности на руки. Растягивание процесса вакцинации не даст жодного эффекта для подолания ковиду. Еще один выклик – это, конечно, недоверие вакцинации. Поэтому нужно негайно запускать широкую просветительскую кампанию среди граждан щодо иммунизации населення. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе состоится 3 февраля в режиме видеоконференции. В делегации сообщили, что в повестке дня обеспечение безопасности на Донбассе, соблюдение режима прекращения огня и согласование новых участков разведения сил и средств. Представители Германии и Франции изучают законопроект о государственной политике переходного периода, представленной Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью агентству Интерфакс Украина. В то же время дипломат подчеркнул, выборы на Донбассе нельзя проводить, пока не будут обеспечены безопасные условия. Мы очень хорошо понимаем обеспокоенность Украины этим вопросом, который представляет общественный интерес. Мы разделяем мнение Украины о том, что выборы нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности. Однако цель должна состоять в том, чтобы провести выборы как можно скорее, поскольку голосование и управление через выборные органы являются основным условием демократии. Первое судебное заседание в 2021 году по делу о катастрофе рейса MH17. Слушание проходит в Гаагском суде. Арбитраж рассматривает обращение родственников погибших, компенсации и вопрос необходимости дополнительного расследования. Все четверо обвиняемых на процесс не явились. Только один из них представлен нидерландскими адвокатами. Боинг 777 рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на неподконтрольной Украине территории Донбасса в июле 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Международная следственная группа установила, что самолет сбили из российской ракетной установки БУК. Генпрокуратура РФ поддержала требование заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Об этом говорится на сайте ведомства. Там заявили, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока по делу и в Роше. Вопрос о замене срока рассмотрит Симоновский суд Москвы 2 февраля. В этот же день сторонники Алексея Навального планируют провести митинг. Накануне на акциях в поддержку оппозиционера задержали больше 5000 участников. Многие из них до сих пор остаются в полиции. По словам правозащитников, мест в участках на всех не хватает. В 2021 году в Украине могут вырасти социальные выплаты для семей с детьми. Суммы этих платежей увеличиваются вместе с повышением минимального прожиточного минимума, к которому они привязаны. Финансист Алексей Кущ предполагает, повышение прожиточного минимума в этом году будет, но незначительное. Резкое увеличение выплат невозможно из-за коронакризиса в Украине. Больше о помощи при рождении ребенка смотрите в программе «5 вопросов на злобу дня» в 15.30 по киевскому времени. В условиях кризиса, если такая помощь будет увеличиваться, то исключительно на показатели инфляции. Инфляция у нас сейчас небольшая. То есть в прошлом году это порядка 3%. Поэтому я думаю, что, скорее всего, существенного роста выплат в этом году ожидать не стоит. Содержательный разговор и общественный диалог. Именно это поможет украинцам получить ответы на первоочередные вопросы. Так считает президент Украины. В официальном телеграм-канале Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского форума «Украина-30», который состоится с 8 по 10 февраля в Киеве. Глава государства призвал граждан задавать тревожащие вопросы. Скафандры из частных коллекций, очки виртуальной реальности и интерактивная экспозиция. В Днепре после двух лет реконструкции открыли планетарий, аналогов которому в Украине нет. В звездном зале установили самое современное оборудование, программы для которого написали украинские студенты. Чем теперь удивляют посетители, расскажет Наталья Гусак. Изучить солнечную систему и созвездия, и даже прогуляться по поверхности Марса. Все это теперь можно сделать, просто сидя в кресле под куполом планетария. Его реконструкцию начали два года назад. Меняли все – и экспонаты, и оборудование. От старого планетария остались только стены, и то не все, потому что некоторых стены мы строили заново. И, конечно, дети и взрослые, которые заходят к нам, они вау, потому что они даже не знают, куда им бежать впервые. Они хотят поботься рядом с одной локацией, а рядом с другой. Интерактивным здесь сделали практически все. Это модель вращения Земли вокруг Солнца. Она в ускоренном темпе показывает, как за один оборот мы проживаем целый год. А на примере этих рюкзаков экскурсоводы демонстрируют силу притяжения на разных планетах. Ага, и мы уже понимаем, что что-то на Юпитере, может быть, отразляется от Земли. Вот месяц легкий. То есть я могу детям объяснить, почему на этих видео, которые мы видим, про высадку астронавтов американских на Луне, почему он так легко подстрибает. О каждом этапе истории развития космоса, которую изобразили на огромной стене, можно в подробностях узнать на интерактивных столах и панелях, расположенных рядом. Давайте. Ось Стоунхендж. Как цикаго. Это наулитичная обсерватория. Всю программу обучения для нового планетария написали украинские студенты. Стало гораздо лучше из-за того, что появились новые технологии. И мы сегодня узнали очень много нового про Солнце. И мне кажется, эта информация нам очень сильно поможет для общего развития. Теперь планетарий стал научно-просветительским центром астрономии, науки и техники с зоной дополненной реальности и инсталляции космических артефактов из частной коллекции. Весь контент, практически весь контент, который здесь, вот вы видите, вы на интерактивных панелях, это работа студентов университетов Украины и сотрудников планетария. То есть раз в квартал программы должны полностью будет меняться. Для школьников в первой половине дня экскурсии бесплатные. Организаторы говорят, чтобы как можно больше детей могли увидеть космос и, возможно, в будущем стали развивать это направление в Украине. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепро. Твой дом. Ну что ж, на этом у меня все. Следующий выпуск новостей уже смотрите с моим коллегой. Я же с вами прощаюсь до завтра. И напоминаю о том, что страницы телеканала Дом есть в YouTube, Facebook, Telegram и Instagram. Подписывайтесь, комментируйте, следите за нами в удобное для вас время. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok